Информационный выпуск на ИКС в студии Наталья Двойцина. Готовность города к урортному сезону, организации электронной очереди в детские сады, награждение общественников за помощь в проведении Дня Победы. В понедельник губернатор Севастополя Сергей Миняйло провел аппаратное совещание. Какие задачи поставлены профильным управлением, знает Анна Малышко. Благодарственные письма и наградные часы от губернатора за помощь в проведении юбилейных торжеств ко Дню Победы получили севастопольские общественники. Максим Мишин за акцию «Подвезу ветерана», Денис Сераев за участие автомобильно-мотоциклетной группы «Красная армия» во всех торжествах и гендиректор компании «Фейерберг» за салют. От праздников к будням департамент образования отчитался, электронная очередь в детские сады создана, сейчас не числится более 9 тысяч человек. Через интернет-система пока не работает, Сергей Миняйло поручил наладить прием онлайн-заявок. Мы планировали запустить 20 мая, мы запустили 8 мая. Она работает, адрес Марата, 15. На сегодняшний момент выдаются талончики. За один день мы можем обеспечить 75 человек, потому что в электронной очереди работает всего лишь 2 человека. То есть нам как минимум нужно еще 2 человек для того, чтобы мы эту очередь закрывали полностью. Возраст от 3 до 7 лет 2800 человек, и ясельная группа это 6681 человек. По тем мероприятиям, которые запланированы в этом году, с введением детских садов и формированием очередей, то у нас мы планируем до конца года по возрастам от 3 до 7 лет выйти на нулевой результат. До 25 мая Департамент образования намерен подготовить все 63 летних лагеря, чтобы к 1 июня принять первую смену школьников. Что же касается готовности к летнему сезону в целом? Тенденции к сокращению туристических мест нет. Российские туроператоры отмечают увеличение спроса на крымское направление на 20%. Это всего лишь 10-20% от всего турпотока. Практика показывает, в Севастополе необходимо развивать не курортное направление, а именно туризм в первую очередь событийный, считает начальник профильного отдела правительства. Подтверждение тому увеличение загрузки городских отелей в Севастополе не с июня, как в большинстве крымских городов, когда начинается купальный сезон, а с мая, когда именно в нашем городе, как нигде в Крыму, отмечается главный праздник – День Победы. Говоря о стопроцентной загрузке, мы, конечно, имеем в виду даты 8-10 мая. Но и накануне праздника, и после него, туристы активно посещали наш город. По предварительным подсчетам, за 10 майских дней главные севастопольские музеи посетили более 105 тысяч туристов. Сергей Минело поручил отделу туризма пересмотреть часы работы и стоимость входных билетов в музей. По ценам входным изменений в севастопольские объекты посещения в 2014 году по сравнению с 2013 нет. И в 2015 изменений пока нет, но цены на пакеты для туристов, экскурсионные пакеты увеличились, потому что входят туда и билеты на входные билеты в крымские объекты. Вот крымские объекты все подорожали. Но почему в соседнем регионе, в дворец Воронцова, цена билета одна, а у нас в музее героической обороны Севастополя цена копеечная. Музеи наши надо содержать. Так вот, если мы говорим о том, что в соседнем регионе цены, входные билеты повышены или выше, чем у нас, то надо понимать, как нам эту экономику строить. И приводить все в порядок. Сколько стоит билет в городе Воронцова, Гаталья Николаевна? 250 рублей. Сколько у нас стоит в музее обороны Севастополя? Это взрослый. Мы до 1 июля не можем выполнить, не можем повысить хотя бы на 10-15 рублей. А эти 10-15 рублей потом складываются в экономику содержания самого музея и сотрудников музея. Кроме того, губернатор поручил финансовому управлению погасить долги по зарплате сотрудникам Морпорта, Инбюма и Гидрофиза. Поправки в бюджет депутаты уже согласовали. Теперь контрольное ревизионное управление проверит организации, после чего озвучат данные инвентаризации. Имущество мы им будем выделять то, которое необходимо им для осуществления их профессиональной деятельности, научной деятельности. Потому что стриптиз-бары, которые они там развели и все остальное, они к профессиональной деятельности никакого отношения не имеют. А принятый региональный закон об административных правонарушениях даст возможность штрафовать за несанкционированную торговлю и свалки. А вдобавок, правительством разработан проект закона об эвакуации транспорта, припаркованного с нарушениями. Штаб-площадка есть, эвакуаторы есть. Мы, хотя договора пока составили, но мы и закупаем еще эвакуаторы. Для того, чтобы разгрузить центр, начать наводить порядок. Первую стоянку уже делаем, перехватывающую. Запустим вторую стоянку. Люди, автолюбители паркуются на тротуарах, ГАИ сделать ничего не может. Мы эвакуировали порядка 10 автомобилей уже, но эвакуировали их бесплатно. То есть не можем применить административные правонарушения. Сергей Миняйло поручил проверить все пляжи и парковые зоны на готовность к сезону. И в среду представить схему размещения нестационарных торговых объектов. Анна Малышко, Денис Куровель, информационный канал Севастополя. Как решить проблему с контролем над численностью бездомных животных и регистрацией домашних питомцев? На эти вопросы искали ответы чиновники и депутаты на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству. Во время встречи достигнута договоренность о внесении изменений в закон о ветеринарии. Также представители правительства Севастополя пообещали, после принятия нормативного акта будут разработаны правила содержания домашних животных. После этого издадут соответствующее постановление. Если возникнут какие-то вопросы, я думаю, депутаты законодательного собрания могут подготовить свой нормативный акт в виде закона правила. По регулированию численности животных, я думаю, этот вопрос еще требует обсуждения общественностью, поскольку вы сегодня слышали, звучат разные мнения по поводу эвтаназии, по поводу содержания временных. То есть этот вопрос требует дальнейшей проработки для того, чтобы эти решения были действительно взвешены и приняты. Завтра, 19 мая, в Севастополе отметят День детства. Мероприятия начнутся в 10 часов утра с праздничного шествия «Марш наследников Победы» по центру города. В параде примут участие школьники и кружковцы. В связи с проведением торжества движение транспорта, за исключением общественного, от площади Суворова до Лазарева будет ограничено с 6 часов утра и до 9. И полностью запрещено с 9 до полудня. Кроме этого, 19 мая с 8 утра до 16 часов для учащихся будет обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте. В мое время мы отмечали День пионерии, 19 января. Очень даже хорошо, что помнят этот праздник. Да, были линейки торжественные в школе. Такое праздничное было событие. Ну, на этом воспитаны мои родители. Я думаю, положительно отношусь к этому. Поскольку они мне дали хорошее воспитание, я считаю, это был хороший показатель для нашего народа. Детские все праздники, я думаю, это всегда приятно. И очень хорошо, что чтят такую традицию, продолжают отмечать праздник. Хотя уже само понятие пионерии кануло в лета. Поэтому я только за, если бы не работал, с удовольствием бы прошелся шариками. Такие праздники, все-таки они как-то так людей ближе сплачивают. Полиция на страже детства. Под таким названием в Севастополе провели акцию для несовершеннолетних. В ее рамках психологи, юристы, правоохранители принимали звонки по специальной линии. На детский телефон доверия со своими проблемами обратилось 10 человек. Среди них не только несовершеннолетние, но и родители и учителя школ. Всех в основном интересовали правовые аспекты семейных отношений. Каждый из дозвонившихся получил консультацию специалистов. Акцию приурочили к Международному дню детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. Флешмоб за сохранение жизни. 17 мая десятки севастопольцев собрались на Приморском бульваре у солнечных часов, чтобы выразить свой протест против абортов. Только по официальной статистике ежегодно в России еще до рождения убивают примерно 885 тысяч детей. В память о них прихожане севастопольского благочиния выпустили в небо воздушные шары, а также устроили фотосушку со снимками полных счастливых семей. Флешмоб прошел в рамках фестиваля «Крым за жизнь». По крайней мере, если кто-нибудь сегодня, будучи на этом флешмобе, задумывается над этим вопросом, может быть, остановится какая-то душа перед грехом, и женщина сохранит жизнь и свое счастье, тем самым, потому что, сохраняя жизнь, мы сохраняем счастье в своей семье. Из Ярославля с любовью 17 по 21 мая в Театре имени Луначарского проходят гастроли Первого русского театра. Третий год подряд трупок Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова привозит в наш город свои лучшие постановки. На этот раз в репертуаре классика всех жанров – комедийные пьесы, трагедии, фарс, а также спектакли-лауреаты, номинанты премии «Золотая маска». Каждый спектакль у Волковцев – отдельный мир. Репертуар представляет разнообразные жанры и стили театрального искусства. На этот раз труппа привезла в Севастополь четыре спектакля. Три-четыре. Поздравляем вас всех, пелек, пожелаем вам всего! Выбираются спектакли наиболее интересные, наиболее хорошо идущие в театре, имеющие отзывы, имеющие какую-то критику положительную, чтобы заинтересовать нашу любимую публику, которая приходит сюда к нам. Гастроли открывает спектакль без названия. На самом деле название у него есть. Постановка написана по ранней песне Чеховой, без отцовщины или Платонов. Спектакль для специалистов и историков театра знаковый. Именно в нем заложены все будущие сюжеты и конфликты чеховских пьес. После на сцене его сменит «Грозан». Новая, исполненная трагедийного накала прочтения Островского в постановке молодого режиссера Дениса Азарова. Ты что на стираторе прикидываешься, а? Ты что в него не распустил? Посмотри на себя, какой ты муж! Эксцентричную итальянскую комедию «Человек-джентльмен» на сцене сменит номинант премии «Золотая маска. Дом Бернарды Альбы». В постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли, который всегда балансирует на тонкой грани эпатажа. Надеемся продолжить нашу дружескую встречу с этим замечательным зрителем, с этим удивительным краем. И надеемся, что, конечно, какое-то впечатление нам удастся, если не увеличить, по крайней мере, любовь к нам, то, по крайней мере, укрепить зрителя в том чувстве, которое он испытывал, глядя на нас два года назад. Это первый русский театр, известный своей школой театральной, известный своим репертуаром замечательным. Гастроли Ярославского театра имени Волкова для меня – это событие. Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля был основан в 1750 году. Там работали и работают истинные мастера сцены, чьи имена являются гордостью русского искусства. Александра Толкачева, Дмитрий Долгов, информационный канал «Севастополя». И в этом информационном выпуске все. До встречи в эфире.